Что уже сделано и сдадут ли объекты в срок? В минувшие выходные глава химок Дмитрий Волошин посетил несколько крупных социальных объектов и проверил, насколько оперативно строители возводят детские сады и спортивный комплекс. Крупнейший многофункциональный оздоровительный комплекс на улице Мичурина станет центром притяжения любителей зимних и водных видов спорта. Здесь будет крытый ледовый дворец с бассейном. Кроме этого, несколько залов позволят вместить сотни юных борцов, фехтовальщиков, гимнастов. Впрочем, какие именно секции нуждаются в новых помещениях, еще только предстоит выяснить. Если это дефицит фехтования, значит делайте дорожки фехтования. Если это дефицит бокса, значит делайте бокс. Чтобы эти решения были понятны, взвешены. И коллеги в территориальном управлении, они уже донесут до наших жителей, уважаемых, что мы жителям даем, что жители получат. Как записать ребенка, какие условия, что необходимо для этого, часы работы. То есть мы все это должны уже понимать. Директор должен уже сейчас заниматься. Спортивный комплекс площадью 7 тысяч квадратных метров должны открыть уже в сентябре этого года. Строители обещают завершить все работы в срок. Срок сдачи по контракту, он реальный. Это июнь месяц. На данном этапе выполнено по инженерным сетям 50 процентов. Заканчиваем сейчас сети там, ну и по мелочам. И по стройке уже 25 процентов. Но с учетом, что оборудование заказано, ну и можно, наверное, процентов 50 тоже можно сказать смело. Новый комплекс позволит привлечь в спортивные секции не менее 700 детей. Очень важно сегодня понимать, что в микрорайоне Химки, старое, у нас живет 60 тысяч человек. И для 60 тысяч человек у нас наличие одного бассейна здесь и наличие одного льда – это тоже достаточно большой дефицит. Потому что наш бассейн Родина находится на реконструкции. И наша задача – максимально короткие сроки ввести в эксплуатацию этот ФОК. В короткие сроки должны быть сданы и детские сады, куда глава также направился с ревизией. Так, дошкольные учреждения в Подресково на улице Первой Лесной сейчас проходят самую сложную стадию укладки фундамента. Садик емкостью 125 мест. Садик небольшой. Но, тем не менее, сроки у нас сжатые. Соответственно, подрядчик сейчас настроен на оперативную работу с той целью, чтобы в сентябре месяце садик заработал. И дети могли уже в него, детям и краю на Подресково могли уже в него ходить и полноценно наслаждаться своей жизнью детской. А это уже строительная площадка на улице Парковой 7 в Химках. К середине лета здесь вырастет детский сад на 250 мест. Пятую часть выделят для малышей ясельной группы. На данный момент ведутся работы по устройству монолитной плиты, армирования монолитной плиты. Бетонировая первая заливка планируется 29 числа января. Последний график, который согласован с заказчиком с управлением строительством, мы в графике. То есть мы плиту должны закончить, залить 16 февраля. Чтобы строители не выбивались из графика, Дмитрий Волошин поручил докладывать о ходе работ еженедельно. Раз в неделю я вам поручаю держать площадки, все наши пятки, в том числе, мне фотографии и место в графике. Отстают и отстают. В этот же день Дмитрий Волошин встретился с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным. Представители власти обсудили судьбу парка имени Льва Толстого. В 2020 году здесь запланирован первый этап реконструкции. От замены слепящих фонарей и крошащейся плитки до создания пешеходных дорожек. Преобразится центральная аллея и летняя эстрада. Также благоустроят зоны отдыха у воды. Я хочу здесь сделать тоже променад, чтобы тут можно было гулять и ходить. А он не проходной сейчас. То есть ты приехал в парк, ты можешь гулять до Ленинского и можешь оттуда уехать. То есть это длинный, длинный такой маршрут, очень крутой. Проект по реконструкции парка организован в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева о благоустройстве общественных пространств.